Подпольные автосалоны и перекупы. Смотанные пробеги и битые автомобили. Мы разоблачаем и показываем все, на чем вас могут обмануть при покупке авто. Первое, запрещенное у всех официальных дилеров шоу. Это вечерний авторевизора. Добро пожаловать. И спасибо за укромную студию нашим друзьям из Аль-Джазира. В нашу передачу обратился молодой человек, который попросил найти автомобиль за 400 тысяч рублей. За 400 тысяч рублей можно купить один тормозной диск для автомобиля Audi RS, оснащенный керамической тормозной системой. Однако, молодой человек хотел получить автомобиль, на котором он целый год сможет ездить из мытищ на работу. Итак, что же можно взять по цене одного тормозного диска? Первое, что приходит на ум любому профессиональному автоподборщику, это Porsche Cayenne Turbo. 2005 года выпуска. Обычное объявление о продаже автомобиля с фотографиями из обычного московского двора. Но когда вы связываетесь с продавцом, вас просят пройти в многоуровневый паркинг по соседству. Возможно, в этот самый момент вы попадетесь в лапы к мошенникам. Блин, по-любому салон какой-нибудь. Но чуть. Разумеется, мы попали в автосалон. 15 минут мы безуспешно пытались найти хотя бы одну не перекрашенную деталь или место, из которого не течет масло. Продавец быстро понял, что перед ним не простые покупатели из Тверской области, а профессиональные подборщики из Москвы. Скрывать правду больше не было смысла. Что же, бывают продавцы, которые честно говорят. Без лоха и жизнь плоха. Они не скрывают, что продают хлам людям, которые думают, что розовая лужа под машиной это просто конденсат. Однако есть негодяи, которые борются буквально за каждый смотанный километр пробега. И снова мы приехали по очередному объявлению. Снова продает машину частник и снова фотографии на обычной московской заправке. Но по дороге было слово щит. Электрощит. А после этого нас попросили подняться на второй этаж автосалона, сказав, что это всего лишь теплая парковка. Девушка, а не подскажете, а здесь честные машины где-нибудь продают? Нет? Или тут автосалон? Как и другие потенциальные покупатели Октавии, мы вдохновлялись легендарной надежностью двигателя 1.6 в сочетании с обычным автоматом. Но спасет ли нас эта надежность, если перед нами машина из такси? Материалы в Шкоде весьма износостойкие, поэтому протертый до дыр салон означает только одно. Продавец этого мусора в конец охренел. У руля вид такой, словно это был единственный руль на две или три машины. Но продавец вежливо заверяет нас в обратном. По всем признакам перед нами машина, которая работала в такси. Но заглянем под днище. Похоже, это было такси в зоне ликвидации чернобыльской катастрофы. На ней живого места нет, ее даже на подъемник уже не поднять. Открученные крепления капота не оставляют сомнений. Продавец реально тупой. К тому же у продавца явные проблемы с математикой. В объявлении пробег был заявлен 97000. На щитке 121000. Сам же продавец несколько раз перескакивал с 90 на 122000. Не, ну ПТС ПТС, но у нее пробега 300. Давай, если мы сейчас на 150 тысяч поспорим, чтобы, блядь, ее пробег с 122000. Давай, не беси меня. Я не дешу. Идите лучше, блядь. Вот знаешь, то, что там она стояла гнилами, пробег с оригинальным. Ну как она оригинальна? Смотри, я пальцем могу сидеть и проткну. Давай, давай. И вот я его проткну. Вот она. Проткни себе голову лучше, серьезно говорю, блядь. Чего ты там протикаешь, короче, пробег с оригинальным. Но самое удивительное, что у этого куска чешского хрусталя был оригинал ПТС, заботливо сложенный в четверо и кристально чистая история по ГИБДД. Ну только она реально, ну, вот. Да что она мне реально, вот это то, что она стояла возле дома, я реально знаю, что она стояла. Ну она ближе стояла. Какая разница? Ну она выглядит, как ты что, говна гнилой. Иди, покажи мне, что ты. Да я ж показываю, вы себе с этого места как приросли. Внизу. Да что мне внизу, она стояла вот и подъезд. Да вы как приросли к этой паре, говорит, внизу заглянь. Я показываю. Поездка по обычному объявлению чуть не обернулась настоящей дракой. Трудно поверить, что все это происходит в Москве. Теперь мы попросим убрать детей от экранов. Ведь мы переносимся в регион. Замкат. Обычное объявление о продаже автомобиля. С обычными фотографиями в обычном московском дворе. На самом деле может привести вас в Подмосковье. А приедете вы сюда на маршрутке с четырьмя цифрами на индексе. Что же будет в этот раз? На улице холодно. Поэтому я в шапке. Очень модный. Потому что самое главное, что должен беречь хороший подборщик, это толщиномер. В это трудно поверить, но похоже перед нами оригинальный пробег. Ведь кузов и салон этого автомобиля, несмотря на мелкие недостатки, находятся практически в идеальном состоянии. Это, наверное, вообще первые в Москве нетронутые болты щитка. Вон они. Они абсолютно черные. На них вообще даже вот как кульки белые нету. Это вообще нонсенс. И это означает, что большое и волосатое «но» нужно искать под капотом. Этот автомобиль является прекрасной иллюстрацией довольно распространенной болячки двигателя N46. Перегрев. Увы, на этом моторе пробило прокладку головки двигателя. То есть теперь в цилиндры попадает антифриз, а в систему охлаждения – масло. И весь этот кисель в прямом смысле вылетает в трубу. Само по себе это не страшно. И на ремонт может хватить и 50 тысяч рублей. Это если в результате перегрева не повело к голову. В противном случае стоимость ремонта тут же увеличится минимум вдвое. Ну да, блин, всё. Будь на BMW указатель температуры, никаких проблем бы не было. Однако на BMW есть только датчик, предупреждающий о перегреве. И похоже, этот самый датчик вышел из строя. Поэтому владелица продолжала ездить дальше и доливать масло ведрами. Такие вещи всегда означают, что чем их больше, тем всё лучше. По банке на каждый цилиндр. А это означает самый грустный сценарий развития событий. Мотор довольно долго работал без масла. И скорее всего приехал на задиры и конец поршневой. Капля сизого дыма при запуске вероятнее всего говорит не об уставших маслосъемных, а именно о том, что мотору потребуется полный ребилд. Или другими словами капиталка. А самое подлое, что звук, выхлоп и запах работающего двигателя в штатных режимах идеальны. И незаглянимый в расширительный бачок мы бы купили машину без мотора. Казалось бы, владелец девочка. Машина все семь лет жизни в одних руках. Сто тысяч родного пробега. И при этом убитый мотор. После этого ехать по следующему объявлению было откровенно страшно. Но мы любим, когда страшно. Следующую машину лепил жопорук, а продавал наебек. Обычное объявление о продаже автомобиля в обычном дворе, но не московском. Да, мы все еще за МКАДом. Еще один убитый ваг, который прекрасным образом сочетает в себе все возможные косяки. Я вижу вещи, которые в багажнике. А с другой стороны не вижу. Ведь именно эту машину в качестве полотна выбрал всемирно известный подпольный художник. Жопорук. Оттенок номер три. Оттенок напыления номер четыре. На резине, по-моему, тоже что-то есть. Оттенок номер пять. Под крылом оттенок номер шесть. Крыша оттенок номер семь. Очевидно, что впарить этот кусок гольфа сможет только настоящий профессионал. Встречайте, повелитель всех перекупов, маэстро наебек. Водителя послал, он все сделал. Водителя? Да, своего водителя. Не понял, вы на ней с водителем ездите? Можно было наблюдать, как продавец загружается. Указываешь ему на косяк, потом происходит процесс загрузки и, наконец, он выдает сгенерированное объяснение. Слушайте, а сможете еще подсказать? Ну, это полировка. По порогу. Просто порог вот явно перекрашенный. Это что тут было? Ну, вот у него дрянь, краска. То есть по порогу это что здесь? Ну, как в дверь? Порог это? Да, порог. Сейчас я объясню. Она, в общем, есть вот такие железные эти, блядь. Я понял, столбики. Столбики ставят, блядь. А, где-то мы видели у вас тут такие, да. Она, блядь, вот сюда задом въехала, блядь, и помяла его вот так. А еще это первый автомобиль в моей практике, который перекрасили вместе с ключами. С четырнадцатого года я вот первый раз сел за руль где-то месяц назад. Ага. И я, блядь, офигенно, блядь, у нее такой бомбый. Ну, похоже. Почему? Она, не, она, блядь, съездится, охуенно, за рулем. Я никогда не думал, вот сейчас просто за руль. Охуенно она за рулем, потому что здесь, блядь, сидела жопа весом в три тонны, блядь. Здесь просто невозможно здесь не проваливать, как в унитаз. Вообще, поиски вага с пробегом – это поездка от машины с мертвой турбиной к автомобилю с убитым роботом. Слушайте, а вы видели, чего у вас там? Там какое-то море, блин. Слушайте, смотрите, там просто капец его вытекает. Эти ненадежные малолитражные двигатели, вечно истекающие маслом, пользуются популярностью лишь у псевдоподборщиков. Настоящие профессионалы знают. Хочешь купить автомобиль с пробегом и не вкладываться в ремонт – бери старый Mercedes. Ведь единственное, что может у него отказать – это тормоза. Мы сделали нереальное. Нашли за 400 тысяч рублей почти идеальный Mercedes E-класса. Он прекрасен во всём. Его пробег смотан в два раза. Мотор и коробку перебрали. Целиком крашен бок, а также перед и зад. Однако он заводится, ездит и из него ничего не течёт. Фактически, на него со спокойной совестью можно вешать табличку Star Class. К сожалению, заказчик решил, что я барыга и это просто тупой развод. Он считал, что идеальным автомобилем окажется Volvo S40 от первого владельца в богатой комплектации. За 350 тысяч рублей. Вот это объявление. На фото автомобиль и правда выглядит идеально. По ВИН он кристально чист. Непонятно только одно. Почему его до сих пор не забрали, если всё так хорошо? Слепая вера заказчиков чуда, а также деньги, которые он заплатил за подбор, заставили нас под покровом ночи отправиться к Гарри. Который упорно не хотел показывать автомобиль при дневном свете. Возможно, только после захода солнца демоны, дремлющие в этом автомобиле, обретают покой. И к автомобилю можно подойти, не опасаясь за свою душу. Первое, что насторожило, это отсутствие куска двигателя. Сам же двигатель держался на герметике и ещё чём-то, что продаётся в магазине «Сад и огород». Гарри обещал две крашеных детали и одно заднее крыло. А сможете по битостям, крашенностям всё подсказать, рассказать что тут? Дверь, вторая дверь и крыло. Но забыл упомянуть про передние крылья, бампер и ещё одну дверь. Гарри уверял, что это машина мамы. Судя по состоянию салона, мама была подключена к Uber и смотала пробег примерно вдвое. Это был первый случай в моей практике, когда продавец реально привёл меня в бешенство. А вас правда Гарри зовут? Это реально дебильное имя. Гарри, если ты нас смотришь, у тебя всё ещё дебильное имя. Из этой истории можно сделать всего один серьёзный вывод. Не ходите, дети, в Африку гулять. Потому что автомобили до полумиллиона – это как песни Ольги Бузовой. От них не спастись. И если у вас есть 300-400 тысяч рублей, самым разумным будет кредит на новый Солярис. И ничего вы тут не придумаете. Это было Авторевизора Шоу. И помните, если вам нужен автомобиль – нанимайте подборщиков. Не дайте обмануть себя в другом месте. Увидимся через неделю. Но это не точно. Редактор субтитров А.Сёмкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова